Во имя Отца и Сына и Святого Духа. У нас записывается серия бесед, называется «Во свете Библии открытым оком». Я Лапкин Игнатий Тихонович, православный проповедник-миссионер. 51 год назад уверовал сознательно, хотя с детства знал, что есть Бог. И что такое страх Божий. И вот уже 51 год я держу в руках эту святую книгу Библии. Зная, что в этой книге до всего дойти невозможно, я с первого же дня стал искать толкование. Нужно сказать, что я обратился по Евангелию сознательно, не среди православных. Это было 27 сентября 1962 года, Латвия, город Венспас, улица Карла Розенберга, 18, квартира 4, в 17.00. В это время я работал на корабле, учился в высшем мореходном училище и попал на собрание, я искал, где люди слышат. Впервые в жизни я попал на собрание баптистов, латышей. И через них, то есть в этом же здании находились и баптисты. Но баптисты в то время их соединили с пятидесятниками. Советская власть слепила, тогда был праздник Единства, отмечали. Я именно попал к тем, которые говорили на разных языках. Это небольшое такое выступление, чтобы понятно было, что буду говорить я сегодня о иных языках, не со стороны что-то слышал, а я там был, это мое, я называю, духовное рождение, именно в этой среде. Я языков никогда не имел, ни одного дня не было, чтобы находясь у них я не крестился, я только получил Библию. Это вот в этом состояло мое там обращение. Да, собственно, я получил даже и не Библию у них тогда, а Новый Завет. Это вот один предприниматель издал вот такой большой Новый Завет крупными буквами, ну просто чудо какое. Говорят, что пятьдесят тысяч экземпляров где-то в Екатеринбурге, и он бесплатно их раздает. Вот он, не знаем даже его имя, да благословит его Господь. И вот я очень много слушаю и много записываю. Ну, чтобы показать это, вот сегодня мы опять слушали, как всегда. Вот он говорит, иные языки Духа Святого Александра Шевченко. Вот, посмотрите. Это порождает в церквях, здесь большое обширное письмо. Священное Писание, значит, обращаюсь к вам как к учителю от Бога, от имени. То есть его считают учителем от Бога, про языки. Я всегда слышал, что он позиционировал себя как баптист. Потому что из протестантских учений самое правильное, из протестантских, самое здравое, это, конечно, баптист. А из баптистов это совет церквей. Более четко. Я не знаю больше, был за рубежом, в Америке, но нигде ничего подобного больше не находил. Хотя и у них сегодня там молодежь совершенно не та, что была 50 лет назад. Они не знают Писания, беседовать с ними невозможно. Но вот он, я считал, что он баптист. И вдруг сегодня ему вопрос задают в одной из молитв, он заканчивает молиться на незнакомом языке, и люди спрашивают, что это такое. Ему доверяются, его считают учителем. Я сразу хочу сказать о нем, мое отношение. Он мне незнаком, я с ним не встречался, но я много его слушаю. И скажу, что мне в нем нравится очень многое. Ну, в первую очередь, я не люблю, когда в галстуке. Это попутно кое-что скажу. Галстук это масонский знак-то. Но если без галстука и просто вот так вот застегнутым, не будут эти люди. Он не ответит, почему всегда верхняя пуговка расстегнута. Это важно. Я вопрос задаю, важно, не важно, меня это интересует. Еще ни один никто не ответил. Вплоть до Жириновского. Ну, просто так вот, как в армии раньше было, застегнут, и меня так научили. Это собранность, показы. Зачем вот это вот? Это непонятно. Далее. Он не мычит, как говорят москвичи. Промежутки, где у него провалы в памяти, он, э-э, знаете, э-э, ну, я бы сказал, э-э, у него нет. У него чистая речь. Я это очень ценю. Мне нравится. Просто он сам по себе, как человек, нравится. Но когда я раньше смотрел, он был другим. Сейчас он уже не тот. Вот я бы, если кто имеет возможность, сказали бы ему, скажите, Александр, а вы можете проповедовать, не бегая по перрону, там, около кафедры? Спокойно стоять и говорить, как раньше говорили, как выступают вот здесь разные пресвитера, баптистские, говорят. Просто стоять и говорить. Как вот, ну, православные батюшки, там, патриарх Кирилл, он же не бегает, там, с микрофоном где-то. А его же учителем считают, у него, видимо, должность теперь, как мыслится, или старший пресвитер, или епископ, я так даже слышал-то. И теперь, если бы ему сегодня надеть на руки наручники и сказать, вот теперь говори и не маши руками вот так вот везде, это не получится, он разорвет. Этот дух разрывает все. У него не получится. В Библии слово какое-либо повторяется только дважды, даже трижды нету. А если он говорит о Духе Святом, он говорит пять раз. Это очень-очень-очень, да, я повторяю, очень-очень важно. Это нужно. Я буду говорить не о нем, ну, чтобы понять мое к нему отношение, предвзятости никакой нет. Он сам по себе нравится. Он чем-то напоминает, даже как артист Евгения Мирона. Вот посмотрите, как он. Многих, которые, может быть, не решаются. Какой он складный, как он из себя выглядит. Ну, что играет Миронов-то там? Вспомните, как играет идиота. В сравнении со старыми, это просто никому больше не переиграть. Или он играет, допустим, этот Апостол, да мало ли что. В первом круге, там все такое, там по Солженицу нужно есть. Я говорю, как человек, он мне симпатизирует. Но попробуйте попросить его однажды, скажи, сегодня скажи проповедь, но чтобы руки у вас были сжаты, не мотался. И слово «проблема» не упоминал. Это не евангельское слово. У него «проблема», «проблема» — это нахватались от американцев, от тамошних сектантов. Раньше этого слова у проповедников вообще не было. Никто не знает. Но если он сделает, не сделает. Не сделает. Ему это не сделает. Дух разрывает, говорит, цепи, и он будет биться, и он начнет поносить. Это что внешне, это я их очень хорошо знаю. Ну, почему? Потому что я у них на кафедре проповедовал. Я был в разных столичных городах среди пятидесятников. Мне очень они доверяли. Я знаю, как получается, это Дух Святой, как ездили в Балашова, какие слова нужно говорить, заклинания, чтобы Дух Святой сошел. Не просто так вот молился, Александр и получил. Нет, это научение от кого-то. Вот приезжает одна, ну, там старец у них, он руки на дне распростирает. Проси Духа Святого. А как говорить? Ну, говорит, Дух, приди, Дух. И она говорит, Дух, приди, Дух, приди, Дух, приди. Потом она видит и изнемогает уже. Он давает такое состояние. Я возьми, скажи, что, Господи, дай мне Духа Святого. То есть она не по программе. Он сразу руки убрал. Не получишь ничего. Ничего это не говорит. Это все равно, что мироточение икон у православных. Когда исследовали все, как архимандрит, явно экономцы говорят, не чистая ли сила нас путает на этом-то. Я могу отослать Александра в интернете. Зарядите. Отец Геннадий Фаст. Это настоятель в Абакане, сегодня в Хакасии. Бывший преподаватель Томского университета. Менонит, немец. Он у баптистов кружком молодежи руководил. И как он обращается в моем доме? Православным делается. Был благочинным Монисейского округа. Закончил семинарию в Академии. Магистр богословия. И он о Духе Святом, о крещении говорит. Зарядите это. Вот там будет это понятно. Он ссылается на опыт святых отцов. Что это означает? Я покажу совсем немного. Меня уже заранее спрашивают. Так вы что думаете? Вот в Александре он такой красноречивый. Говорит не Дух Святой. Когда говорит на этих институтах. Конечно нет. Тут вопрос не надо задавать. Там ничего не сходится с Духом Святым. Он говорит проповедь. Вот допустим о десятине. Об обращении. Совершенно правильно. Но когда говорит он здесь о Духе. Он смущен. Вы посмотрите на его лицо. Он подбирает слова. Он спотыкается. Для него не свойственно. Он обладает даром слова. Здесь он путается на каждом шагу. Ему сегодня нужен кто-то. Который подсказал бы ему, что есть. Есть путь. Выйти из этого заблуждения. Этот путь святоотеческий. Пусть бы он вышел на этот наш ролик. Вот смотрите. Вопросы ему задавали. Немножко еще. Открыто поинтересоваться этим вопросом. Я знаю баптистскую общину, где началось это движение. И Бог через вас много может помочь в разрешении этого вопроса. То есть речь идет, что разваливаются баптистские общины. Такое брожение через пятидесятников. Трясунов раньше называли. Они растрясли буквально эти общины. Почему? А не охраняемой силой Духа Святого. Я несколько вопросов только хотел сказать. Буду здесь показывать по Слову Божию. Главное это для них роковая 14 глава первого послания к Коринфянам. Вы посмотрите просто сами, кто будет слушать. Вот посмотрите, какие места. Допустим. Он говорит так. Желая бы, что все говорили языками. А не путают языки иные. Апостолы заговорили. И незнакомые. Это вещи разные. Там толкователям не нужно было. Слышали их, говорящих на иных языках. Здесь никто не понимает. И поэтому нужно в то время апостол Павел, когда говорил, вот этого заблуждения пятидесятического не было. Но апостол Павел видел, куда это идет, и уже называл их со стороны бесноватыми. Это беснование стопроцентное. Где это написано? Ну, они знают где-то. И говорит. Приду к вам. И стану говорить на незнакомых языках. Незнакомых, не на иных языках. То какую принесу вам пользу, если не изъясню с откровением, познанием, пророчеством или учением. И бездушные вещи, издающие звук, свирели ли гусли. И дальше говорит. Вы будете говорить на ветер, девятое. Вот оно. То есть у пятидесятников это на ветер. А почему на ветер? Они же назидают себя. Они не назидают. Они дуреют от этого. В самом полном смысле. Сумасшедшими делаются. Вот мы молимся. Ну, он Николай, Новосибирский. Жена у него молится. Буквально передаю. Бог дал мне памяти. Фатер, фатер, мутер, мутер. Приди, 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 приди. Уйди, 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 уйди. Когда мы встали с молитвой, я с ними был там, склонялся, но не молился. Я говорю, ну почему? Это же явно, что заблуждение. Да я уж ей говорил, а вот она не слушается. Зачем же ей говорить-то? Я говорю, она могла не говорить? Так она не может. Ах, вот как. А написано, духи пророческие послушны пророкам. Они этого не знают. Где это написано, что послушны пророкам? В этом же главе дальше считаем. Смотрите. Сколько звуков не разумеет, то я щижестранец. То есть вот она развал, откуда идет. Ревнует, не понимает и пропадает. Дух мой остается без плода. Дальше. Молиться духом, молиться умом. Умом он не может. С одной из них мы шли. Она нас провожала. Девица. Лет по 20. И рядом идущая сестра наша, Валя Барышникова. Она говорит, а ты могла бы вот сейчас здесь и помолиться? Она говорит, конечно могла бы. Ну на вокзал зайдем, это не на улице-то. Ну а потом ты можешь остановиться? Она говорит, нет, я остановиться уже не могу. Она не может. Ее дух этот бьет о камни. И я это видел. Но он, дирижер, руководитель, он один только щелчок сделает, они все выключились. Это у нас было в Риге. Мы это абсолютно своими глазами все видели. Он не знает, что валяется. Вот этот харизмат, это просто следующая ступень 50. Падают, визжат, лают, по-кошачьи, по-собачьи, по-волщи воют. Это все я видел. Среди них было. Притом это абсолютно везде одинаково. Не надо говорить, что это заблуждается, а маленько не так. Притом крайне непокоривые, что у них особенно свойственно. Они никого не слушают. И развито очень сильно нарушение седьмой заповеди. Дух блуда. Дух повелел, он это делает, не я виноват. У них виновного нету. Это все дух делает. Дух, и обязательно это дух с большой буквы, это делает дух святой. Я говорю, так это уже прерубь не я, не. Дух святой. Дальше начинает. Дальше уже целая лесенка выстроена. Мне задают вопрос, а почему вы думаете, что не дух святой? Ну, в первую очередь, потому что они не в церкви. Церковь там, где есть епископ по хератонии, идущий от апостольских времен. Где нет рукоположения от апостольских времен, там все заблуждение. Абсолютно все. Бог иных поставил кем? Пророками, евангелистами, дальше учителями. А в третьих, говорит, учителями. Какие учителя? Кого поставил, Бог ставит. И они не могут назвать ни одного раньше 18 века. Начиная с Аспержина, где-то тут. Мартина Лютера иногда говорит, но он тоже заблуждался, дескать. Они не могут никого назвать. А вы можете, можем по векам, по порядку. Игнатий Богоносец, Поликарм Смирский, Ириней Леонский, Папий Рапольский. И по порядку. Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, Ефрем Сирин, Блаженный Августин, Иероним Стридонский. И мы идем по векам. Я издавал «Жития святых», начитывал. И у меня по векам все жития выстроены. И там видно, сколько было канонизированных. И вот здесь прямо к ним относятся, когда с ними разговариваем. Говорим, скажите. Вот сейчас я открою. В словах, которые не имеют смысла у них. Это 22 стих. В церкви хочу пять слов сказать. Языки суть знамения не для верующих, но для неверующих. Как это так? Так языки знамения, я говорю, для вас. Знамения для кого? Ну, для верующих. Считай внимательно. Языки суть знамений не для верующих. А как не для верующих, это значит неверующих. Но такой неверующий, который зайдет, что дальше? Незнающий или неверующий, вот они. То они скажут лишь, что вы беснуетесь. И кто этот повод дал? Что о всем собрании, я не называю это церковью, это не церковь. И скажут, что беснуетесь. Это не мои слова, это Дух Святой так определил через апостола Павла. А если когда понимают, понимают, могут обратиться к Богу. Вот пророчество, это когда он всеми обличается, всеми судится. Он падет вниз и скажет с вами Бог. То есть выбор был, чтобы человек покаялся или хлопнул дверь и сказал сборище бесноватых. Это большая разница. То есть у баптистов он может покаяться, а у пиесятников или он сделается таким же бесноватым, или скажет беснуетесь вы. Ну вот теперь дальше. Говорит 28. Если же не будет истолкователь, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. А впереди говорит, говорит на незнакомом языке, говорит и двое, и трое. Многое, и трое, многое. И то по рознь, а один и здесь, это вообще нигде нету. То есть за все собрание, за два часа, только двое и много, многое, тоже много, трое когда. А другой должен изъяснять одно слово сказать, другое так. Я слышал, есть у нас такой известный миссионер, проповедник, протеерей, отец Олег Стеняев. Он знает там сколько-то по-арабски, заучил некоторые молитвы по-еврейски. И у пиесятников был, но когда склонились молиться-то, и он просчитал там, я сейчас могу маленько не так сказать, прости Господи, давно это был разговор-то, но молитва какая-то не о здоровье, а чуть ли не заупокойная. И они сразу же стали истолковать, толкователи, а начали толковать в свою пользу, что вот такое собрание, Бог так нас любит. Он говорит, нет, я не имею этого дара языков. А они-то уже истолковали на все собрание. Он говорит, это вот такая-то молитва, ну, в Шиоле человека там, ты помилуй, что-то такое. Никакими путями их уже нельзя было сдвинуть с этого. Ну, я вам говорю, что нет у меня дара языков, то я наизусть знаю эту молитву, давайте я сейчас прям прочитаю вам. Они уже его не слушают, все. Однажды истолковав, им пятиться некуда. Дух этот бьет их о камни, разрывает от слова проблемы, и от этого махания, бегания, его не избавиться. Дальше будет он бегать, на километр будет. Вы в дальнейшем наблюдайте, что с ним будет. Дальше он не может на этом пути. Он будет кривляться, хохотать, как вот Журавлев такой, лжеархиепископ. Клоуну превращается, больше ничего нету. Почему? Пренебрег все, потоптал свой сан, провозгласил себя архиепископом. И здесь говорит, двое или трое. Найдите такую общину, чтобы они этим руководили. Двое или трое. И теперь сказал несколько слов, истолкуй их. Да нет этого. Ну а вы где-то встречали, нигде не встречал и не слыхал даже. И при том упорство их невероятнейшее. Вот у нас здесь Тальменко. Это Алтайский край. Мы у них на собрании, это конкретно. Заканчивается пресвитер к ним. Ему надо показать, что они духовные. Ну, может кому какое-то видение было. Сестра одна сыт. Он уже знает, что она голову опустила, она скромная, не хочет говорить. Так, ни у кого не было. Я вижу, сестра, тебе было откровение какое-то? Да, было. А какое? Ну, когда молились, а там человек пять в хору. Маленькая община. То я увидела, что, то есть я ничего не вижу, а увидела вот этот хор. Он в том углу наверх показывает, и в том углу. И опять голову опустила. Пример скромности. Во-вторых, он начинает толковать. Вот нас мало, так она только два угла видела-то. А эти-то еще и в других местах. Он толкует теперь только в это. Другое. У нас поехал Николай Нестерич Молчанов. Это баптист. Знакомый, близкий. И он среди них. И вот он приехал не один, а который из близких таких людей, и с пятидесятическим другом, но еще не совсем с ума свихнувшимся там. И вот во время моления одна из них соскакивает к местному пресвитеру, подбегает вот так пальцем, чуть глаза не выкнула. У тебя ум картонный, 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 картонный. Ты не пресвитер. Это уже он не извергнутый. Повернулась с кем? Он говорит, я приехал, а ему говорит, а ты, ты настоящий божий человек, ты пресвитер. Старший пресвитер у них был, он сразу встал. Этот уже не изверженный, выбирать не надо. Он этого взял, вывел туда и говорит, откуда ты будешь, брат, оттуда? Ты пресвитером хочешь быть? Да никогда я не хотел быть. Но на тебя уже пророчество показало, наше пророчество. Он теперь выехать не может. Они его зацепили и держат. Ты должен быть пресвитером. Это не повеление Божие. Да ты как можешь говорить? Да вы бойтесь. Заметьте, как он говорит, Александр Шевченко. Вы бойтесь, это против Духа Святого. А там ничего от Духа Святого нет. Там Дух заблуждения. Вот у нас здесь, в Новоалтайке, он приезжает и сидит на вокзале. Я подошел, знаю, поздоровался. Да вот у меня тут видение было. Я оказался на улице. Я говорю, а почему? Ну, Дух Святой сказал, чтобы ноги обязательно мыть. И показали, как Христос моет ноги. Я всем сказал, а мне сказали, это не от Бога. Ну, ты бы подумал, может, правда не от Бога. Да что знать-то, когда мне видение было-то? На кто тебя поддержал? Да никто, даже жена не поддержала. Я один вот здесь сейчас на вокзале. Я не знаю, то ли его выгнали из дома или что. Я говорю, ну, ты бы маленько, ну, помолился как-то. Все-таки у тебя общество там было. Тебя там уважали, любили. А он совершенно покинуть один. И назад сдвинуться нельзя, потому что картонный ум. Картонный. В этом тоже есть смысл. Я говорю, что я был у них в разных городах проповедовал с капитр. Не имел я ни языков, ни дня я не был неправославным. И они меня представляли как православного. Мне не надо позиционировать. У меня не было дня ни одного, чтобы я не совершил крестное знамение. А оно ограждает от нечистой силы. И далее. Двое или трое. И при том порознь. А здесь всех кричат, вот как гуси. Когда гусей гонишь много, гогощут где-то. По одному порознь. А один из толковых. Вот к Александру Шевченко и обратитесь. Где вы бываете? Не здесь, когда в студии он сидит-то. Он понимает, еще один шаг, его никто не будет слушать. Ему очень трудно удержаться сейчас. Он погубил все в себе, что он имел у баптистов. Я не знаю, где он был, я так думаю. Но это явно видно, что уже пятидесятник. Его уже не остановить. Он будет бегать и бегать. Около кафедры с микрофоном. И вот так, все это руками что-то размахивает, кривляется. Он ниже кафедры присаживается. Это еще не все, это только начало. Дальше разложение личности будет. И ни любимая жена Жанна, ни Юлечка, дочка, тебе никто не поможет. А почему? Дух захватил, а покаяния в этом нет. Вот это и есть обольщение. На это спрашивают. Ну а почему вы думаете, что это не о Духа Святого? Да мне думать-то не надо. Я сейчас вам открою еще несколько мест. Это, допустим, 30-е. Если же другому из сидящих будет откровение, то первой молчи. Этого тоже нету. Он не может молчать. Дальше. 32-й стих. И духи пророческие послушны пророкам. Да нет этого. Они себя все считают, которые говорят на иных языках. Они не так, что я только на языках. Они все и пророчествуют. Пророчествуют. Жены в ваших сарквах молчат. Этого тоже нет. Не позволено говорить. Молчат. Этого тоже нету. Научиться пусть спрашивают дома у мужей. Даже не дорогой. Да не у чужиха, а у своих. И дальше 38-й стих. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Этим заканчивается Библия. Почему? Он самоосужден. Его уже не вытащить. Творящий правду, пусть творит правду. А не разумеет, пусть не разумеет. И дальше. И сороковой. Только все должно быть благопристойно и чинно. Вот этого нет ни благопристойности и ни чинности. Были страшные случаи, я уже не говорю. У нас приехал один из Кавказа. Это было примерно в 63-м году. И он рассказывает, как дух их повел в горы на восхищение. И потом по одному подводил к пропасти в тумане, и они всего летели. Но одна девочка лет 13-ти что ли, она не знала, куда идти, она вернулась. Только через нее нашли, где вся община лежит в ущелье. Страшные вещи. Притом, по количеству попадающих в дом сумасшедших, 50-ти часто всегда занимало первое место. А может быть, даже все вместе с сектой не делали столь такой контингент поставки, как именно от них. А почему? Потому что это дух. Вот я сейчас открываю Деяния апостолов. Деяния апостолов, 8-я глава. 8-я глава для пятидесятников непереходимая. Будьте очень внимательны. Благослови Господи, у кого мозг, разум запечатан лукавым духом, чтобы он отошел. Попутно хочу только сказать, что он говорит здесь, когда Лука 11-13. Он говорит, и кто просит Духа Святого, тому Бог дает. Такого нет в Писании. О том, что просите Духа Святого, нет в Писании таких слов. Написано, просит хлеба, просит рыбы, просит яйца. И Бог даст просящим Духа Святого. Не написано, что Духа Святого просит. Почему? А потому что в хлебе, в яйце, в рыбе Как раз это Духа Святого И Дух Святой тебе все это дарует Он не понимает Писание Александра И добавляет слова для людей Которые не знают Писание Они свободно это пропускают через себя Откройте И вот только на этот ролик Где он выступает И скажите, где вы нашли, что просит Духа Святого Этого нет нигде А как? Да так, через помазание получают Это естественный шаг Просят о прощении грехов Вот у Бытие 41.15 И говорит фараон, что нет истолкователя Иосиф Стал истолковать сны У них нет истолкователя Они не могут истолковать то, что Вот говорят, а если бы было А если бы было, то Дух этот ответил бы У нас был Среди отделенных Совет Церквей Юрий Михальков Повторяю, что я не дословно перевожу А как запомнилось Но канва вся правильная Он ехал где-то в поезде И какая-то нашлась там цыганка И она отгадывала три вопроса Ну, конечно, за определенную плату Ну, она берет руку И определяла, какие вопросы Один спрашивает, а что у меня в кармане Ну, а как мне жену звать Больше-то нету И он тоже решил ее испытать И так же она взяла за руку Держит, потом посмотрела на него Руку отбросила Из чего захотел И сразу вышла в другое купе Людям было интересно Там другие стали в очередь Отгадать-то Ее уговаривают Она не заходит даже Тогда уже к нему стали приступать А он исповедник Он три раза сидел только Повторяю Юрий Иванович Михальков Это инженер на аппаратурном заводе Инженер-конструктор Он уехал в Германию Он сейчас в Германии Что за вопросы вы ей задали Вопросы, говорит, очень простые Какой силой ты это делаешь Ну и что Ну пускай она его разгадала Почему она не разгадала Она руку-то бросила Потому что разгадала А что она должна была ответить Силой духа нечистого Это прорицательная женщина Шла за апостолами Кричала Ну 16 глава Деяния апостолов Вот как Ну да, потому что есть нечистая сила Демоническая И она обольщает людей Она не может Скажи, а что духа этого ожидает Который тебе помогает Она не ответила Теперь они его спрашивают А что ожидает Муха вечная Брошен будет Дух злой В озеро Огненное А третий вопрос Я ее спрашиваю Что тебя за это ожидает Она должна сказать Что волшебники Старствия Божия не наследуют Она не ответила Вот и все Попробуйте с ними поговорить И спросить Как ты получал Духа Святого В этот день Что с тобой было Пусть он припомнит Как шла эта канва Неповиновение Старшим Вот это Это уже не гордость А гордыня Он никого Из святых отцов Не знает Он говорит о церкви А понятие о церкви Вообще никакое Только минус стоит Церковь там Где есть истинно Рукоположенное Пастерство А где это Запомните Пять сильных Вот зарядите в гугл В поисковик Не в гугл А в поисковик По библии Который составил Тимофей Ха Некоторые не знают Кто поисковик библейский Сделал Вьетнамец Учащийся в МГУ И вот по этому Поисковику Вы найдите То что нужно Вам найти И вы увидите Что это за дух Зарядите просто Определенные слова Вот Нужно истолковать Не мог истолковать А Иосиф мог И здесь истолкователя То нет Истинный истолкователь Он сразу им скажет Откуда это идет Вот мы считаем Смотрите Восьмая глава Самодобрял Убиение Или дальше написано Была радость Народ и неудушно Внимал Четвертый стих Наиважнейший Между тем Рассеявшиеся Ходили И благовестовали Слово То есть Рассеявшиеся христиане Впереди говорится Самодобрял Убиение Они не сидели На месте Не прятались А ходили И свидетельствовали Все кроме апостолов Почему Потому что Сильные остаются На самом опасном участке Апостолы находились В Иерусалиме Дальше считайте Апостолы находились В Иерусалиме И поэтому Дух Святой Нигде не мог сходить Пока они не выйдут Вот это новинка Я когда говорю Небаптисты все Да что вы думаете Да где двое Или трое собрались Там и Дух Святой Ну не собрались Во первых А собраны И не просто собрались Можно и выпить На троих сообразить Но собраны Кем-то Духом Святым И дальше Во имя Его Во имя Христа То есть По Священному Писанию Этого тоже нету И дальше Его внимали Когда поверили Филиппу Благовествующим Отца Всебожием О имени Иисуса Христа То крестились Мужчина и женщина Так что здесь неправильное Филипп благовествовал О царстве Божием О имени Иисуса Христа Люди крестились Мужчина и женщина Что тут неправильного то И об этом написано Уверовал сам Симон Крестились Находившийся в Иерусалиме Апостол Вот где они находились Услышав Что самаряне Приняли Слово Божие Послали к ним Петра и Иоанна Я прошу Будьте очень внимательны Кто это будет слушать Зачем посылать туда Когда там есть Филипп И они пошли С определенной миссией Телефона не было Они не могли разговаривать Но они услышали Что они обратились Они приняли Слово Божие Уверовали в Иисуса Христа То есть настоящие христиане Там община образована Но апостолы знают Что они все в Иерусалиме А без них Дух Святой Нигде не сходит Когда я это говорю На меня смотрят Как ненормально Да что уберете Да Дух Святой Где хочет там и сходит Не меры Бог дает Он дает с избытком С избытком Через край переливается Как Александр показывает Там переливаться нечему Слушайте внимательно Которые Иоанн Придя Помолились о них Чтобы они приняли Духа Святого Это стих 15 То есть Они не молились Чтобы Бог дал здоровье Не было гонения А приняли Духа Святого То есть они абсолютно На 100% уверены Что Дух Святой Даже Никто не может Назвать Иисуса Как только Духом Святым Господом признать То есть они признали Дух Святой был Да Но они не приняли Его Они не в Духе Святом Крещение Духа Святого Возможно там Где церковь Вне церкви этого нету И они помолились О чем молились Серафим молился О помиловании Русских пастырей Архипастырей Он видел беду там Апостолы видели в том Что у них нет Духа Святого Еще тут непонятно Считаю Находившиеся в Иерусалиме Апостолы Услышав Что самаряне Они приняли Слово Божие Послали к ним Петра и Иоанна Как будто Одного недостаточно Петра и Иоанна Это Верховные апостолы Зачем послали Которые Придя Помолились О них Чтобы они Приняли Духа Святого Ибо Он С большой буквы Не сходил Еще ни на Одного из них А только Были они Крещеного Имя Господа Иисуса Тогда Возложили на них Руки Они И они Приняли Духа Святого Так что А Филипп А Филипп Это диакон Был Один Из семи Диаконов Это не апостол У Филиппа Такая же власть Была Не зводить Дух Святой От Бога данная Как у Иоанна И Петра Ему не надо было Звать Иоанна Петра Они все равны Перед Богом Да почему вы думаете Что диакон Ну вот потому Что Дух Святой Не мог сойти Это диакон был То есть Знания Оказываются При всем Красноречии Узкие Поэтому что такое секта Это узость Взгляда на истину Как повторял Отец Дмитрий Дудко Узость Как через танковую щель А что такое секта Лазарь Кунцевич Дореволюционный Миссионер Говорил так Это нечто Неопределенное Грозное Зловящее И неуловимое Ну что Грозное Они говорят Как со знаменами Полки По своему толкует Зловящее Не соглашается А неуловимое Вообще не принимают Я говорю А почему Неуловимое Потому что Они меняют Свою тактику Учения То на это Никакого Нет Был дома Я молился Был один И вот вдруг Заговорил А что Я не понимаю А там может Хула на Духа Святого И была У тебя Никого не было И вот Они не получили Теперь А где церковь Там где есть Сопряжение С прямое соединение С апостольскими Мужами веры Сегодня Повторяю Пять сильных Зарядите в интернет Слово Пять сильных И вы увидите Где они были Пять Слава Буховым И сильных Это Католики Католическая церковь При всех их Недостатках При неприемленности Мною Что у них Примат папства Я не приемлю этого Но это церковь Со всевозможными Заблуждениями И ересями Это церковь Церковь Христова Законное И законное Рукоположение Ни одного Незаконно Рукоположенного Епископа У католиков Нет И быть не может Второе Это православие Там старые католики И новые Все Здесь православие Все юрисдикции Где имеется Рукоположение Все Это и Агафангел Одесский Это и Тихон Пасечников А там Пашковский Это Орлов Антоний Я которых только знаю Которые После признания Акта о каноническом Общении Не вошли Отдельно образовали Какие-то Юрисдикции Может быть Но они уже были И тогда До этого Третье Григориано-Армянская Апостолическая церковь Вам не нравится Православие Много нареканий На католиков Ну пойдите Григориано-Армянам Поговорите Чтобы вам Рукоположили Минимум Два Из ваших Старших Пресвитеров Законно Рукоположенных Епископов А вы Тогда остальных Ну конечно Дадите подписку Что нигде Против догматики Вселенской церкви Символа веры Никео Цареградского Выступать не будете Выход то есть Но сатана Не допускает А мы Самодостаточные У нас хорошо Поют То есть А у нас Братья страдали Истина определяется Не этим А Словом Божьим Откройте слово Рукоположить Я уже не буду Это другая тема Рукоположение Так Три Четвертая Коптская церковь Это там марониты Там многое соединились С католиками И сирская Все Католики Православные Григориано-Армяне Копты и сирийцы Все За пределами этого Нет церкви Нет У церкви четкая грань Там где есть Апостолическая По непрерывной Херотонии До наших времен Повторяю Это вот старая Брятца Белокреницкая Иерархия Новозыпковская Это церковь А которая Беспоповцы Там раскол Как угодно Называют Православное Исповедание Бессвященство Это не церковь Не церковь И вот они Помолились Чтобы они Приняли Духа Святого Он не сходил Еще ни на одного Из них То есть намертво Закрыто Вот это Прочитайте Раз Возьмите за правило Хотя бы в течение Месяца Вот до этого Места Читайте И увидите Что будет На как-то Какой порядок Исполнения Духом Святым Простой Три ступени Покайтесь Это надо Объяснить Что такое Полное Отвержение Возненавидит Грех И докрестится Каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения Грехов Не только Для обещания Богу Доброй совести Для прощения В крещении Грехи омывается И И получите Дар Святого Духа Так вот Крещение Должно быть Руками Законно Рукоположено Священнику Священника Есть мира Освященная Специально Которым Помазуется Воин Сынецкий Когда был В ссылке При советской Власти У него Мира нет Он забыл Даже Что он Епископ Потом Я Вспомнил Тогда Возложил Руки На крещаемую Чтоб Сошел Дух Святой Вот Где Основное Заблуждение То Что Они Этот Александр Шевченко Как Человек Мною Просто Уважаемый Он Я повторяю Нравится Вот У меня Лежат Диски Жесткие Диски Одна Тысяча Гигабайт Сколько У меня Разных Роликов Я Его Уважаю За Знание Слова Божия Мне Нравится Но Он Таким Не Был У Него Сейчас Идет Просто Спирале Образная Спираль Падения Он Дальше И дальше Уходит То Что Его Где-то Слушают В других Странах Собираются Люди 500 Писем Вопросов Это Все Дымное Надмение Мира Они Ничего Не Значат И Ответить Он Не Может Правильно Ни На Один Вопрос Совершенно Правильно Ни На Один Берет Интервью Еретиков У всех Лишь Бы Только Они Говорили На Этом Дух Но Дух Который У вас И Дух Журавлева Это Разный Дух Разный Вы Знаете Что Гитлер Тоже Был Член Масонское Общество Фули И Эти Масоны Его Привели Эти Масоны Его Погубили Они Все Масоны Но У них Там Еще Разная Градуировка На 32 На 100 Ступеней Идет И Разное Общество Полярная Звезда Там В России Я Просто Говорю Аналогия Это Один И Тоже Дух Делает Когда Я Говорил О Духе Святом Вот Евангелие От Луки То Евангелие От Луки Очень Четко Об этом Говорит Это Место Нужно Будет Просто Дом Еще Раз Посмотреть 11 Глава 13 Стив Здесь Он Говорит О том Что Духа Святого Господь Дает Просящий Мне Духа И Евангелие От Луки 10 Глава 20 Стив Ученики Пришли И Сказали Господи А нам Духи Повинуются Злые Духи Он Говорит Не радуйтесь Этому И То Что Получили Этого Духа И Они Вам Якобы Повинуются Они Вам Как Раз Не Повинуются Это Были Пифии Такие Прорицательницы У Язычников Они Садились На Треножник Там Разгорался У них Внизу Ладан Он Входил Через Них И Они Дальше Начинали Пророчествовать Они Не Могли Остановиться Пророк Может Остановиться В Любом Месте Сказали Замолчи Он Замолчал Я понял Тебя Бог Решил Погубить Иеремию Как Говорит Такое Мы Знаем Это Вторая Паралепоменон 25 Глав 16 Я Не Знаю Смогу Ли Как То Александра Довести Вот То Что Говорится Чтобы Он Эти Места Еще Один Раз Проверил И Почитал Не От Бога Это Дух Прислушайтесь Бывшим Братьям Своим Баптистам У Баптистов Абсолютно Правильное Трезвое Учение Кроме Рукоположения Понятия Церкви Вот Даже Если Баптисты Обратились Вот Были Такие По 2000 Человек Присоединялись Ну Знаем Путь Как Дома Или Как Путь Домой Домой У Питера Гилквиста Вот Есть Такая Книга Вот Вот Она Называется Как Возвращение Домой От Протестантизма К Православию Они Вот Самый Правильный Путь Они Дали Одному В течении Года Разобраться Что Такое Богослужение Литургия Другой Ахеротонии По всем Библиотекам Потом Собрались Все данные И увидели Так мы же Не церковь Не церковь Как она может быть Церковь Христова Слава Разисчезли Врата Да не дали Это зачем Было изобретать Новое Это Вот я Православный Я вижу Масса Недостатков И главное Проказа Православной Церкви Я говорю О московской Патриархии Это Трусость И корысть Корысть и трусость Мучаются с мощами Всю мощь полагают В этом И чего там Только нет Но это церковь Для Сектантов Непонятно Как Если я Выговорит Все знаете Писание Как вы можете Там находиться Это церковь Это корабль Это корабль Ноев Ковщек Он обрастает Ракушками Замедляет ход Все это может быть Но С пиратами На их доске Спасаться я не пойду Никогда Я желаю Чтобы Кто слушает Это Указанные места Еще раз Открыли Посмотрели Особенно 14 главу И посмотрите Как это на практике Выполняется Нет Истолкователя Молчи А он Под занавес Сказал Несколько слов Ни одного Непонятно А ты может Как раз Сказал Проклятие А это было Да было Там ничего Кроме хулы Нету Стали молиться Об истолковании А истолкователь Пришел Совершенно не с той стороны Пришел От православных Приехал Новосибирск Один из таких Братьев И Клавдия Иванова Такая близкая Нам Я сам Его не видел А с ее слов Передаю И вот он Вдрызг Разругался С их братьями Его не приняли Тамошни Пятьдесятники Но харизматов Таких не было Эти просто Бывало Там У них Начинали говорить Это Было у них Такое Гласовали У них Везде есть Они не знают Что уже в третьем веке Языки полностью исчезли Ну и он С ними Разругался Со всеми Вместе А я вышла А я молчала И он посмотрел И говорит Сестра Ты только одна здесь Как нежная голубица Я поняла Ему ничего нельзя говорить Он такой духовный Я хотела сказать Что у нас Какие братья Это хорошие Да у Пятьдесятников Там замечательные люди Я это свидетельство Я обратился В доме Еремеева Михаила Александровича И Анны Матвеевны Я их в молитве Поминаю Сегодня Это мое Духовное рождение Там было И она его домой Пригласила Он у нее сидит За столом Она такая Искусница Там Сибирские пельмени Он от кого-то Сюга приехал И я тогда Решила Вижу что он довольный И глаза у него Уже масляные И решила сказать Там брат Николай Вот вы Ты прости меня брат Я не обижайся Только Только не обижайся брат Я хотел сказать тебе Ты напрасно Там на всех братьев У нас братья Хорошие были Вот который брат Там справа Он не дал договорить Он скачал со стола И ты такая же Как все То есть Это одержимость бесовская Я говорит Ничего больше не сказала И больше я боялась Что-либо сказать И ты такая же Как все Он только сейчас Ее восхвалял Что она нежная Голубица У меня было Даже у баптистов Когда я там Говорил Встречались Обо мне Такую малу пустили К нам сошел Пророк Илья Это было В шестьдесят Где-то В третьем Четвертом году Даже уже Время не знаю Весной было Видимо Шестьдесят четвертый год Вот Но когда увидели Что я православный И узнали Про меня Эти же люди Сразу пустили Малу после обеда Это гнилое бревно Пророк Илья Сразу гнилое бревно А я не пророк Илья И не гнилое бревно Я живой У меня отростки есть Гнилое там Где одна пыль идет А у меня Новые люди Обращаются Преступники Где я в тюрьмах сидел Пришли к Богу Следователь обратился Ну люди Которые совершенно Не нашего круга И бывает так С одного раз Так поговорил И он Из баптистов Еврей Пришел И стал православным батюшком Отец Наум Борщуков Город Тбилиси То есть я На практике показываю Я не пень гнилой Да и как Я могу быть пень гнилой Когда я каждый день Молюсь Семикратно в день Прославляю его Бог меня сохранил У меня Духовных детей Много В разных городах Я свидетельствую Везде Я показываю Опровергаю это Но я не пророк Илья Нет Я простой Смертный И поэтому Они ошиблись В обоих случаях Ну что-то у меня От пророка есть И может быть Что-то от гнилого пня Я уж Ну не целиком же Иначе Совсем уж никуда не годится Ну вот и все Если увидит То Александра Шевченко Пусть выразит ему От меня В первую очередь Благодарность Что он ревностный И я говорю О ранешних Которые у него были Сегодня я все За ним Не могу проследить У меня большая работа идет И в интернете Вот Ну а другим Я могу показать Отшлифуйте свою речь Как у Александра Шевченко Вот как говорит И пусть он попробует Застегнуть пуговку Не смейтесь над этого Что о малом говорю И руки вот так вот Взять И не размахивать И не бегать Вот я заранее говорю Не получится И слово проблема Чтобы исключить Если это Он сделает Я перед всем миром Принесу перед ним Извинения Попрошу прощения То есть Я никогда не видал И не слышу Это первый случай Быть в мировой практике даже Они все одинаковые Ну а если Это нигде Ему даже дадут А он скажет Еще я буду слушать Какого-то там Ну только это будет Одно доказательство Что я был прав Если я кого-то обидел Не обижайтесь пожалуйста Я хотел добра Богу нашему слава Отцу и сыну И святому духу И ныне и пресно И во веки веков Аминь Так Дал нам Господь Сегодня возможности Куда О Как много нам Господь дал Что тут еще Показать то можно А опять же Чем начали Тем мы сейчас и закончим Я его открываю дальше Вот он будет говорить О духе святом Пожалуйста Исполнились духа святого Они начали говорить На иных языках Я наблюдаю Сегодня много людей Которые просто Говорят на иных языках Но они не исполнены О духе святого То есть Ничего этого нету Конечно Теперь смотрим раньше Я еще раньше смотрел Сейчас покажу Вот он говорит Здесь Одессит Напитай Себя самого Вот оно Вот оно И я видел Как переживал Мой отец Который хорошо знал Советскую систему Мы бежали Многие из нас бежали Вот попробуйте Мы разрешили взять По 92 доллара Чтобы он не ходил Там возле кафедры Здесь еще Ладно А в других местах Уже он приседает И показывает Это уже Идет разложение личности Он этого еще не знает Ну вот попробуйте Поговорите с ним И пусть он здесь Вот застегнется Как положено Это так положено Для того И пуговка у него есть Но если или в гадстуке Или расстегнутая Вот что интересно Да это мелочь Вы еще привязываетесь Ну мелочь Тем более тебе легко Это сделать И это не сделать Я знаю Которые делают А это и единицы Вот А это не может не сделать А дальше до живота Растягивают Посмотрите Шаповалов бегать Попробуйте его остановить Или Бенли Хин Там которые ходят Попробуйте его остановить Чтобы он Люди от него не валились Там ничего нет христианского Там буйная Одержимость бесовская И неизлечимо больны Тут он говорит Нормально Все Здесь ни к чему Она человека Мы были беженцами Мы бежали В эту землю Не зная этих людей Не зная ничего Скажи Для чего он ходит По кафедре Мы понимаем Что мы отдаем земле Одну картошку Вот посмотрите как Вообразите Что православный священник Вот так же Это надо Чего он скажет Вот отдаем Одну картошку Вот он о картошке говорит Как сажать И что картошку Нужно показывать Как сажать Надо лопату ему дать Тогда боли Вот этот жест Как раз не выражает Картошку Ее так не сажает А если сажает То только вот так У него жестикуляция Итальянская Лишь бы руками махать А почему англичан Не поучиться Англичанам делает Два жеста Итальяне 175 Ну что нормально И вот он стоит сейчас Смотрите В каком виде проповедник Маркиониты Так же делали А когда говорят Аберитике Арии То показывают Даже недруги Православные И говорят Степенность его Щинность Как он говорил Как он выглядел Как презентабельно Было Он не может По другому Он не может И этого у баптистов Никогда не было Да я не знаю Сейчас у баптистов Есть или нет Это вот Это тоже дух Он его гоняет Епископ или батюшка И даже священник Ну который уж там Совсем никакой Как один там Гомосексуалист Офинчал Вот он Вот этого поза Как Он думает Что как-то до людей Довести Не надо Мы не можем Предположить Что Христос Вот такую жестикуляцию Делал И выламывался Или апостол Павел Фильмы Когда показывают Иисус Христос Где нигде Этого нету Хотя фильмы Не православные Нигде нету Вспомните Камагридеши Показывают Как апостол Ну любой фильм Про апостолов Ему показать Он ничего не примет Почему Он учитель Он учитель Отверший Всех вселенских Учителей Это самозванцы К этим учителям Применимо Только одно Шестнадцатая Глава числа Последователи Дафана Верона И Корея Которые Все с церковной Смели За полторы тысячи лет А говорят А мы никого не судим Как Ну неужели Ян Златоуст Так бы выламывался Неужели Василий Великий Вот так кривлялся Неужели Блаженный Августин Вот так вел себя Ну зачем Это говорить Посмотрите Как выступает Папа Римский Как выступает Григоряна Армяне Посмотрите Вот дальше Урожай Благослови Чтобы жатва Превышала посев И земля Понимаете Жатва Превышала посев И вот нужно Обязательно Переломиться Пойти вперед И проще Да не нужно Это совсем Жатва Превышает посев Все Вообще Ни одного Движения Может не быть Я показываю Признаки Не скупиться Возвратить Нам в десять раз Больше Видите как Стоять на месте Ему на ноги надеть Двое кандалов А на руки Трое И он ими Греметь будет Ему не остановить Вот это и признак Того что уже Беснование Вовсю работает Он не сможет Это Это нельзя Если скажете Не так Тогда покажите Какой священник Там чтобы Антоний Блюм Так говорил Или патриарх Какой-то Православный Ничего этого Нигде нету Нету Даже вот Некоторые недовольны Андреем Кураем Этим умницей Один из самых Умных людей у нас Но он говорит И он же так же Не делает Он говорит И посмотрите Вот сегодня Напали на Я знаю Какие Степаненко Максим Насколько Выдержаны Как они Себя эти люди Ведут Ну по порядку На всех Посмотрите Еще Мы должны Постоянно думать Не то что мы Можем Взять У него Каждый палец Работает Против него Прости Господи Богу нашему Слава Во веки веков Аминь История Независ Независ Спасибо.